Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на видеообзоры от Pablito. Сегодня у нас интересный гость. Это фонарь от известного производителя тактического снаряжения 5.11 TPT-R7. Давайте познакомимся с ним поближе. Фонарь поставляется в такой вот большой коробке, в которой есть окошки, в которой вы видите фонарь и зарядное устройство. Сзади на коробке. Техническая информация о режимах фонаря, о том, с чего он сделан, как долго он светит. Внутри коробки в прозрачном поддоне находится фонарь, аккумулятор, зарядное устройство от сети 220 В, док-станция, инструкция, зарядное устройство от сети автомобиля или лодки 12 В, и переходники для различных розеток, а также винты крепления, для того, чтобы прикрепить базу или к стене, или к автомобилю или лодке. Итак, давайте оставим то, что нам необходимо, и будем знакомиться с фонарем. Что из себя представляет виновник нашего обзора? Видите, это фонарь, сделанный с АБС-пластика, который устойчив к ударам и падениям. Имеет также линзу с поликарбоната. Это сделано для того, чтобы противостоять нагрузкам, которые могут возникать при его эксплуатации. За линзой располагается мятый рефлектор, посредине которого находится диод XML, строго по центру, пыли нет. Головная часть фонаря собрана на четырех винтах и герметизирована. Дальше располагается кнопка включения-выключения-переключения рыжего фонаря, которая достаточно жесткая. Видите, можно ее нажимать как спереди, так и сзади, или всем пальцем. Она нажимается по-разному и все время четко. Тугая, с четким кликом. Форма площадки исключает самопроизвольное включение фонаря. Корпус батарейного отсека имеет накатку, видите, и выемки разной формы. Фонарь удерживается в руке достаточно плотно, не скользит как в голой руке, так и в перчатках. На задней части фонарь имеет контактную группу. Она необходима для того, чтобы подключить фонарик к док-станции и произвести заряд аккумулятора. В задней части размещается крышка батарейного отсека. Внутри фонарь имеет кассету для трех элементов формата D, которую можно заменить и вставить аккумулятор, который идет в комплекте. Аккумулятор достаточно мощный. При мощности порядка 500 люмен, фонарь от одного заряда работает порядка пяти с половиной часов. Батарея вставляется точно так же, как и контейнер для батарей формата D и закрывается крышкой. Герметизацию обеспечивает резиновая прокладка. Фонарь защищен от влаги, поэтому ему не страшно дождь или погружение на глубину до метра. Вот мы собрали фонарь. Дальше. Вот у нас идет док-станция в комплекте. Что она из себя представляет? Это такую хитрую конструкцию. По периферию у нее отверстия под крепежные болты, благодаря которым ее можно прикрутить как в машине, так в лодке, так и на стенку. Караулки или другое помещение. Имеет подпружиненные зажимы, благодаря которым фонарь надежно удерживается в док-станции. Крепится он следующим образом. Вам тут только стоит его вставить. Направляющий сами его центрует. И видите, контактная группа касается док-станции, касается фонаря. И происходит заряд. Док-станция заканчивается разъемом, к которому подключается или переходник для сети 12 вольт, или переходник для сети блок питания 220 вольт. Американская розетка. Сейчас мы попробуем заменить. Сейчас вспомним, как. Все должно меняться. И все меняется просто и быстро. Защелкиваем ножненную вилку и вставляем в розетку. Индикатор, который у нас находится на док-станции, зажигается красным светом. Когда фонарь будет полностью заряжен, он поменяет свой цвет на зеленый и отключит процесс заряда, тем самым предохраняя аккумулятор от перезаряда. Извините за тавтологию. Если не нужен разряд, то есть заряд, вы можете отключить питание и использовать его как просто холдер для крепления фонаря. Теперь давайте разберемся с режимами. У фонаря есть три режима работы. Это максимальный, который включается по умолчанию, так как это тактический фонарь. Можно сразу ослепить. Это происходит нажатием на кнопку или полунажатием, чтобы подать сигнал. Для того, чтобы переключить фонарь в минимальный режим, надо два раза быстро нажать на кнопку. Фонарь включается в минимальном режиме. А чтобы включить строп, надо три раза нажать быстро на кнопку. Активируется дезориентирующий строп. Чтобы включить его постоянно, надо дожать кнопку до клика. Чтобы выключить фонарь, надо еще раз нажать на кнопку. Все просто. Ничего не перепутаешь. Никаких нет лишних настроек. Все просто и понятно. Более детально на данном фонаре я остановлюсь в своем обзоре. Читайте блог. Подписывайтесь на видеоканал. У нас там каждый день практически новые новости. Оставайтесь с нами. И до новых встреч. Всего вам доброго.